Ввести единый период тишины во всех субъектах России с 10 часов вечера до 7 утра по местному времени. Такую инициативу об изменении федерального закона о тишине обсудили депутаты Законодательного собрания региона. А как к предложению относятся саровчане? Очень актуальная тема на данный период времени вообще, как бы в последнее время. Живу в старом районе, там все по... молодых нет, там все приблизительно моего возраста, поэтому как-то не сталкивались с проблемами шума. Беспокоил, сталкивался. Как боролись? Значит, берешь молоток и по батарее железной хребет, пока они перестанут. У меня все соседи хорошие, и я их всех люблю. Бабушки старенькие, не шумят, в общем, все отлично. Сталкивался. Особо ничего не говорю, потому что это происходит не так уж и часто. Мне пользовалось местным жительством. В какой период шуметь нельзя, чтобы не беспокоить других жильцов? Знаю точно, что в рабочие дни это время с 22 часов до, по-моему, 7 утра, а в выходные это с 23.00, ну, где-то примерно тоже до 7 утра. Думаю, что примерно с 11 и до 6 утра, потому что это время, когда большинство людей города спят. И, ну, вообще, зависит от района, потому что если это спальные по типу 11-й школы, то там много маленьких детей, они ложатся спать еще раньше. Наверное, там с 9, ну, плюс-минус. С 11 до 8, а лучше до 10. А вообще у нас же этот есть, закон, по-моему, по этому поводу. Там, по-моему, как раз с 11 до 8 и прописано. Где-то с 12 до 3. А почему это время? Ну, обычно, если есть маленькие дети, они в это время спят. Трех дня? Трех дня. А вечером? А вечером, ну, после 8. Потому что тоже, как бы, если маленькие дети, в основном проблема только в маленьких детях. Имея внуков, хочу сказать, что нельзя шуметь в тихий час, когда дети спят. И, конечно, после 11, и не раньше 6, я думаю. Строительные работы, согласно законопроекту, разрешат проводить с 9 утра до 19 часов с понедельника по пятницу. С обязательным перерывом с 14 до 16 часов. Сейчас вопросом обеспечения тишины занимаются субъекты страны. Также закон регулирует документы органов местного самоуправления. Полномочиями по составлению актов о нарушении тишины и покоя предлагают наделить управляющие компании.